Девушки, всем привет! Обещала вам поделиться состоянием своей биозавивки через разное промежуток времени. Есть видео сразу после биозавивки, через три месяца, и вот сейчас прошло уже шесть месяцев после биозавивки, и это очевидно. Вот они, отросшие корни. У меня хорошо растут волосы, я для этого много делаю. Разные маски для корней волос, для укрепления, для роста волос. Я делала процедуру мезотерапии кожи головы с хорошим результатом. Отдельно тоже про это буду записывать видео. И вот показываю результат, который через шесть месяцев. Я могу сказать, что само состояние волны, оно сохранилось. Как видите, хорошая волнистость, достаточно выраженная, она сохраняется. И кто так ходит, вполне можно ходить и вот с такой укладкой. Но я любительница укладывать волосы. И изначально я делала биозавивку для того, чтобы она являлась основой для моей укладки. Для накручивания на бигуди, для накручивания на утюжок, плойку и так далее. Чтобы волосы были более пышные, потому что они у меня мягкие, тонкие и необъемные. Вот для этого я себе делала биозавивку. Мой вердикт спустя шесть месяцев, что при таком типе волос, как у меня, мягкие, тонкие, необъемные. Еще и осветленные, достаточно серьезно осветленные. Такой вариант воздействия на волосы я на сегодняшний момент, вот если меня спросят, будете ли вы еще делать биозавивку, я скажу нет. Потому что очень сильно мои вот такие волосы, они сильно испорчены. На сегодняшний момент они обламываются уже достаточно так выраженно. Где-то это видно вот по волоскам. Где-то вот просто обломанные волосы. Не то, что они выпадают. Обычное выпадение никак не повлияла биозавивка на выпадение волос лично у меня. Но то, что они обламываются, это очень отчетливо заметно. И самое первое время после биозавивки было сильное спутывание волос. Я накупила огромное количество косметики. Показывала в предыдущем видео, какую косметика для волос. Разные средства, профессиональные. Они все дорогостоящие. Поэтому это был еще дополнительный финансовый расход. Вот что касается именно биозавивки. Стоит подумать, делать или не делать. Если бы я увидела такое видео от кого-то, когда я перед тем, как делать, пойти решиться на биозавивку, увидела чей-то такой вердикт, скорее всего, я бы не пошла делать эту процедуру для своих волос, понимая, что не совсем это показано. С учетом того, что я все равно продолжаю делать свою привычную укладку и накручивать на бигуди, и сушить феном, накручивать и так далее. Вот, поэтому волосы спутывались. Волосы очень-очень сухие. Вот сейчас я буду их ухаживать за ними с помощью масла для волос. У меня вот сатиник, мне нравится, подходит. Есть еще вот такая масляный эликсир для волос. Ведьма от Эстель. Мне его подарили. И, в общем-то, мне тоже он нравится, подходит. И у меня много разных средств. Вот сегодня нанесу вот такое средство от сатиник. Такая вот несмываемая восстанавливающая маска. То есть, очень много. Мне лично дополнительно приходится ухаживать за волосами именно из-за того, что у меня произведена биозабивка. Я вот консультант по красоте косметической компании. И я очень трепетно отношусь к своим клиентам. И рекомендую им делать только то относительно их кожи, что им показано по состоянию кожи. Вот если бы мне, например, мастер моя, которая посмотрела на мои тонкие, осветленные, вот такие, ну, слабые волосы, я бы сказала, вы знаете, я вам не советую делать эту процедуру для ваших волос. Потому что мне хотелось сохранить длину. Вот за это время я состригла уже сантиметров 10-12 волос. Несколько раз делала стрижку. То есть, уменьшилась моя длина, которую я хотела сохранить. Из-за того, что очень спутывались концы. Они были некрасивые. В общем, были большие с ними сложности. Вот. Но кому нужно сохранить вот такую волну на волосах, сохранить объем, кто ходит просто с прической, с укладкой вот таких, с эффектом мокрых волос, можете рассчитывать на то, что и через полгода вот этот эффект сохраняется. Можно так ходить. Я так не хожу, делая все равно укладку. Надеюсь, кому-то это видео пригодится. Подумайте, неоднократно подумайте, прежде чем выполнять какие-то серьезные процедуры, воздействия на свои волосы. Слава Богу, что они не как зубы, и они отрастают. И я сейчас жду, когда у меня все это отрастет, и я смогу состричь вот весь этот эффект на волосах. И, наверное, я буду снова счастлива. Спасибо огромное за просмотр. Если есть какие-то вопросы у вас, если вы задумываетесь над тем делать и не делать, какие у вас волосы и так далее, какие средства, пишите в комментариях. Буду рада вам помочь, подсказать, ответить. Счастливо, пока! Пока!